Привет, котаны! С вами Кристина Финк, а вы смотрите передачу 1 на 1, где мы противопоставляем друг другу различных персонажей, людей, явления, события, да всё что угодно, а вы решаете, что жизнь круче. В прошлый раз вы голосовали за «Зыслись хорошо» или за «Плюс 100500», но угадайте, кто как порвал. Да, конечно же, Макс 100500, хоть и с небольшой разницей, но выбился вперёд. А сегодня мы не будем никого ни с кем сталкивать, мы кое-чем поразмышляем. Серьёзности против ребячества По какой-то причине в обществе устоялся стереотип «Если ты взрослый, значит ты должен быть взрослым». Нужно соответствовать всеобщему представлению о том, каким должен быть этот самый взрослый. Кстати, каким? Но если вдруг человек в свои 22 года увлекается комиксами, любит поиграть в видеоигры или ещё чего доброго косплеем занялся, то в его сторону будут направлены все косые взгляды, а за своей спиной он будет слышать неодобрительный шёпот. В соцсетях он непременно прочитает комментарии о том, какой же он инфантильный. Какой косплей, замуж пора! Иди на кухню, готовь борщи! В 22 года нужно замуж выходить или унивеж заканчивать, а не этой фигнёй страдать. Стало популярно называть таких людей инфантильными. Только вот инфантилизм – это психическое расстройство, незрелость человека, которая выражается в задержке становления личности. Инфантилы не могут контролировать свою детскость. Их поведение формируется инстинктами. Они неосознанно ведут себя как дети, причём обычно в негативном ключе. Эгоистично, безответственно и необдуманно. Или же наоборот, слишком удаляются от социума. Всё это не имеет никакого отношения к теме сегодняшнего выпуска. Ребячество присуще взрослым людям, которые хотят жить полной жизнью. Выпускают наружу своего внутреннего ребёнка. И наслаждаются любой возможностью вырваться из рутины. А в современном обществе взрослых огромное значение имеет статус. Очень важно быть сильным и независимым человеком. Смотреть на всё свысока, выглядеть стильно. Говорить только о серьёзных вещах, вроде политики загнивающего Запада. Хорошо зарабатывать и носить строгий костюм. Вот тогда на них будут смотреть уважительно. А как смотрят на кидалтов? Ну, взрослые с душой ребёнка. С недоумением, с неодобрением. Общество не хочет их принимать. Потому что принято считать, что пора взрослеть, поступать в университет, искать работу, рожать детей, ну, заниматься взрослыми вещами. Но что такое нормальная работа? Каждый понимает под этим что-то своё. Но лично для меня это нечто вроде... Так, сплошни кальян, распечатай договор и отчёт мне на стол. Такая работа скучна, неинтересна и по большому счёту бессмысленна. Люди не получают удовольствия, они ненавидят такой уклад жизни, но они не могут ничего с этим сделать. Зато в глазах окружающих они выглядят нормально. Я счастлива, что мне удалось вырваться из этого замкнутого круга. Работа, дом, работа. Я могу заниматься тем, что мне нравится. Я могу снимать ролики на те темы, которые интересны мне. Я могу снимать про диснеевские мультики, про аниме, про косплей, про свою жизнь, да всё что угодно. И я никогда не променяю эту работу, потому что есть люди, которые смотрят меня и которым нравится то, что я делаю. Что может быть лучше? Только не то, что вы называете нормальной работой. Принято считать, что взрослый человек – это тот, кто может принимать важные решения, а также нести ответственность за их посредствия. Кто может обеспечивать себя и свою семью? На первом месте всегда стоит то, что необходимо, а не то, чего хочется. И я согласна со всем этим. Но где сказано, что взрослый обязательно должен быть серьёзным, скучным, серым, угрюмым, лишённым индивидуальности? Например, почему он не может поиграться с радиоуправляемым вертолётиком, не боясь при этом поймать на себе косые взгляды прохожих? Почему он не может любить мультики? Всё это лишь глупые стереотипы, навязанные обществом. Очень важно давать волю своему внутреннему ребёнку, радоваться жизни во всех её проявлениях. Иначе вы навсегда останетесь бесчувственным и скучным взрослым. Голосуйте в нашей группе ВКонтакте, ссылка есть в описании. За серьёзность, если вы считаете себя слишком взрослым для детских мультиков и игрушек. Или за ребячество, если ваш внутренний ребёнок так и рвётся наружу. На сегодня всё. С вами была Кристина Филко. Заходите на мою страницу ВКонтакте, чтобы увидеть больше видео со мной. И улыбайтесь чаще. Пока, котаны! Я буду радоваться, как ребёнок новой игрушки, если ты подпишешься на канал, а также увидишь 10 невероятных иллюзий и посмотришь предыдущие 1 на 1 про 100500 из This is Хорошо. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!